Привет! И это первое видео, посвященное химии. Поехали. Итак, начнем. Все вещества образованы мельчайшими частицами, которые называются атомами. Атомы, в свою очередь, складываются в молекулы. Все атомы имеют достаточно сложное строение. В центре находится ядро. Ядро состоит из протонов и нейтронов. Они имеют общее название нуклоны. Протон — это частица, которая имеет положительный заряд, то есть плюс один. Нейтрон — это нейтральная частица, ну, по названию, наверное, понятно, и его заряд равен нулю. Таким образом, как бы, если ядро состоит из протонов и нейтронов, заряд протонов плюс один, заряд нейтронов — ноль, плюс один плюс ноль равно плюс один. Поэтому заряд ядра атома положительный. Но заряд целого атома, он будет нейтральный, то есть ноль. Потому что вокруг ядра вращаются электроны. А электроны, как тебе известно, имеют отрицательный заряд. Ядро у нас положительное, электроны — отрицательный. Плюс на минус дает ноль. Атомно-молекулярное учение. Автором является Ломоносов. Я не буду перечислять все пункты, которые в него входят и так далее. Потому что, ну, это необязательно знать. Но если тебе интересно, я оставлю в описании все эти пункты. Единственное, что тебе нужно здесь запомнить — это атомная единица массы. Или проще — 1 АЕМ. Она равна 1,12 абсолютной массы углерода. Если ты взглянешь на таблицу Менделеева, то ты увидишь, что около каждого элемента есть цифры, которые изображают массы. Ну, ты спросишь, как они вообще, эти ученые, определили массу атома? Они что, его весами измеряли или что? Нет. Как бы взвесить массу атома достаточно проблематично. Поэтому решили ее определять относительно чего-либо. И решили взять за основу, от которой отталкивались, атом углерода. Сначала брали атом водорода, потом и кислорода, но при вычислениях получались всякие не очень красивые цифры, там неудобные. И выделили, что углерод является самым таким идеальным вариантом, с помощью которого можно посчитать массы остальных элементов. Абсолютная масса — это такая величина, которая обычно табличного значения. Но, к примеру, масса углерода абсолютная равна 1,99268, умноженная на 10 минус 26. Стой, это не нужно запоминать. Зачем нам нужна атомная единица массы? Для того, чтобы определить относительную атомную массу. Что это такое? Если ты снова обратишься к таблице Менделеева, ты увидишь, опять же, как бы у каждого элемента есть своя атомная масса. И она является относительной, мы уже поняли почему. Потому что она относительно атома углерода. Тот же самый кислород. Если мы возьмем его абсолютную массу, 2,66 умноженная на 10 минус 26, разделим ее на 1,12 умноженное на 1,993, если мы все это перемножим и разделим, то получим примерно 16. И, если ты заглянешь таблице Менделеева, атомная масса кислорода как раз таки равна примерно 16. Относительная молекулярная масса. Относительная молекулярная масса высчитывается из атомных масс, атомов, как бы странно это не звучало, из которых состоит эта молекула. Например, молярная масса или относительная молекулярная масса воды равна, смотрим на индексы, H2, индекс 2, пишем 2, атомная масса водорода 1, 2 умножить на 1, плюс атомная масса кислорода 16, 2 умножить на 1 плюс 16 равно 18. Теперь перейдем к более простой теме, это вещества. Вещества бывают простые, сложные, а также бывают смеси веществ. Простые вещества, например, кислород, фтор, водород и так далее. Сложные вещества, например, H2SO4, H2O, H-хлор и другие, то есть те, которые состоят из нескольких атомов равных. Смеси бывают однородными или гомогенными и гетерогенными, либо неоднородными. Гомогенные смеси – это такие смеси, в которых ты не почувствуешь, что это смесь. Тот же самый раствор, ну там, сахара в воде, ты когда его перемешиваешь, то ты не чувствуешь кусочки сахара в воде, он просто растворяется. Конечно, если ты не высыпал 3 кг сахара в одну кружку чая. Гетерогенные смеси – это там, где ты можешь конкретно, ну или не прям конкретно, но более-менее определить, что в ней содержится. Например, песок и вода. Аллотропия или аллотропия – это способность химических элементов существовать в виде нескольких простых веществ. Например, кислород. Он существует в виде молекулы О2, так и называется кислород, в виде молекулы О3, азон. Фосфор бывает красным, белым, черным. Углерод – алмаз, графит, карбин, фуллерен. Валентность – это число химических связей, которые образуют один атом данного элемента в данной молекуле. Ну, например, молекула H2O. Вот эти, так грубо скажем, черточки – это и есть валентность. Например, около первого атома водорода одна черта, значит, валентность у него 1, у второго атома водорода точно так же одна черточка, то есть он образует одну химическую связь. Валентность – 1. А вот у кислорода он стоит между двумя атомами, и он образует две химические связи. Валентность бывает постоянной и непостоянной, но, обычно говорят, переменная валентность. Элементами с постоянной валентностью 1 являются водород, фтор, щелочные металлы – это литий, натрий, калий, рубидий, цезий. Элементы с постоянной валентностью 2 – кислород, магний, стронций, барий, цинк, кальций. Элемент с постоянной валентностью 3 – алюминий. Остальные, ну, большинство элементов имеют переменную валентность. В большинстве бинарных соединений вида АМБН работает такое правило. Возьмем валентность элемента А за х, а валентность элемента Б за у. И чтобы определить валентность, например, одного из элементов, можно воспользоваться следующим правилом. Валентность первого элемента, умноженная на число его атомов, то есть на индекс, равно произведению валентности элемента Б на число его атомов Н. Например, определим валентность фосфора в соединении PH3. Валентность водорода постоянная равна 1. Сколько атомов фосфора? 1. Но мы не пишем индекс 1, мы просто пишем PH3. Пишем 1, умноженное на х, равно. Сколько у нас атомов водорода? 3, потому что PH3 и валентность водорода постоянно, поэтому будет умноженная на 1. Х равно 3. Следовательно, фосфор в соединении PH3 является трехвалентным. С валентностью немножко перекликается тема степени окисления. Я немножечко затрону эту тему, откуда вообще появляются вот эти степени окисления, плюс 1, плюс 2. Возьмем типичный металл, натрий. Обычно номер периода, это горизонтальная строка в таблице Менделеева, он определяет количество энергетических уровней. И на этих электронных уровнях располагаются электроны. Натрий находится в третьем периоде, следовательно, у него три энергетических уровня. Распишем строение его атома. Количество электронов и количество протонов одинаковое, потому что плюс на минус должны давать ноль. Количество электронов и протонов, они равны порядковому номеру элемента. То есть натрий у нас 11 в таблице Менделеева, следовательно, у него 11 протонов и 11 электронов. Количество нейтронов можно найти таким образом. Атомную массу отнять от количества протонов. 23 минус 11 равно 12. У него было 11 электронов, 11 протонов. Один электрон он отдал, и у него осталось 10 электронов. То есть 10 минусов, так скажем. И 11 плюсов протонов. Минус 10 плюс 11 равно 1. То есть плюс 1. Поэтому степень окисления натрия будет плюс 1. Закон авогадра. Есть такая формула. Количество вещества равно отношению числа молекул или атомов к постоянной авогадре. Количество вещества. Оно измеряется в молях. Откуда мы взяли число авогадра? Мы взяли атомную массу углерода, 12 грамм, перевели ее в килограммы. 0,012 килограмм на моль. И мы делим его на абсолютную массу углерода. На целое 993 тысячных на 10 минус 26 степени. И когда мы все это разделим и сократим, у нас получится 6,02 умноженное на 10 в 23 степени моль в минус 1 степени. Для чего нам нужно это количество, это число авогадра? Ну, например, будут такие задания. Сколько молекул или атомов содержится в 2 моль вещества? Записываем формулу ν. Вот это количество вещества называется ν. ν равно n, деленное на n авогадра. И чтобы найти n, то есть число молекул, мы умножаем количество вещества на постоянную авогадра. То есть 2 моль умножить на 6,02 на 10 в 23 степени равно 12,04 на 10 в 23 степени. А на этом все. Большое спасибо тебе за просмотр. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok